здравствуйте с вами снова александр я расскажу вам сегодня о детском автобильном кресле от компании ricara она называется милана милана вообще моделька уже давно на рынке и какой-то период не было потом она снова появилась уже доработанная так вот это и есть доработанная моделька здесь изменили уже некоторые вещи там материалы крепления кое-что еще в общем сегодня я хочу о нем вам рассказать и мы приступим к его изучению технические характеристики кресла она с 15 килограмм до 36 чтобы было более понятно это с метра роста и выше меньше метра нельзя использовать это крестом потому что ремень будет не в том месте может на голову пасть этого допустить нельзя вот рекара как вы наверное догадываетесь это немецкий бренд это может сказать премиум сегмент и вот в премиум сегменте тоже производитель надо добиваются делать хотя делать модели которые бы чуть-чуть были дешевле топовых чтобы стали более доступные в них кое-что убирают что есть в топовых моделях но это не сильно сказывается на качестве поэтому на безопасности поэтому это очень такие интересные варианты по соотношению цена-качество вот эта моделька именно к таким и относится что она из себя представляет она имеет систему крепления изофикс это тоже всегда к цене приклеивает неплохую сумму вот хорошие ткани ткань вообще используется здесь достаточно приличная раньше они были у рекара используют две ткани там замша микрофибра но они полностью заменили ткань на вот такую эта ткань стала более гипоаллергенной она абсолютно не токсична там все все супер ткань достаточно приятная на ощупь летом достаточно хорошо себя проявляет эта ткань ребенок так сильно не потеет кстати для этого здесь еще и вентилируемые каналы в самом кресле воздушные каналы и там гуляет воздух и ребенок не так будет преть в любом случае поэтому вот плане комфорта вот в плане комфорта летом для ребенка здесь все отлично вот что касается посадки посадка здесь тоже достаточно удобная мы много раз уже примеряли подобное кресло детей смотрели все супер посадка реально классная длинная сидушка и что очень важно весь материал используемый в кресле он такой очень мягкий мягкий реально мягенький плюс что касается безопасности кстати сразу про безопасность она прошла все обязательные краш-тесты соответствует ремонии безопасности и ему можно доверять ребенка также что касается безопасности здесь внутри вибропровощающие материалы там сбоку дтп не дай бог происходит здесь все это энергия гасится в общем все с безопасностью нормально вот поэтому перейдем дальше к изучению здесь что касается посадки еще хочется отметить рекора всегда очень много внимания уделяет боковой безопасности здесь очень развитая боковая защита и поддержка вот как таком кока ненормальных аркоти гря сидит глубокий достаточно подголовник тоже кстати достаточно приятные мягкие в общем все здорово давайте сейчас вам покажу как это кресло крепится к автомобилю его кстати если вас изофикса нет можно и без за фикса пристегнуть то бишь ничего не нужно делать вы поставили кресло и получается пристегиваете просто ремнем взрослым застегиваем и очень важный момент чтобы ремень всегда проходил под подлокотниками это прям очень очень важно против на случае если он соскочит сюда он уйдет наверх и попадет на горло ребенку при лобовом дтп это сыграет очень злую шутку дальше нужно обязательно ремень вот с вашей стороны это видно есть в подголовниках всегда направляющей для ремня обязательно проводим ремень здесь это нам помогает направлять ремень и убить и тем самым убирая его от горла ребенка и направляя на плечо и на грудь то бишь когда регулируете по высоте подголовник вам нужно понимать что когда ребенок вот сидит плечо ребенка и между подголовником и плечом ребенка должно быть не больше двух пальцев и не меньше одного за этим очень следите вот соответственно это вот если нет изофикса дальше смотрим если есть изофикс ребенок крепится и так и так одним способом ремнем как я вот уже вам сейчас показал если есть изофикс например в автомобиле это еще лучше что нам нужно нам нужно перевернуть здесь есть кнопку нажимаем изофикс выдвинулся также это же изофикс вот благодаря этой системе и регулируется по глубине по глубине его тоже нужно регулировать обязательно и нужно это регулировать потому что когда вы пристегнете кресло к автомобилю вот мы пристегнули и по глубине мы можем кресло задвинуть и выдвинуть лучше выдвинуть для того чтобы у нас образовался зазор между креслом детским и автомобильным и благодаря этому зазору у нас появляется возможность в трех положениях регулировать спинку три положения вот это средняя и максимальная два крайних одно среднее так мы получаем хотя бы небольшой наклон для ребенка далеко поедете это я думаю будет очень важным вот соответственно ткани все эти можно снимать стирать желательно стирать не больше 30 градусов а то потом вы сюда обратно не оденете насядет и и собственно все вот комплектацию кстати входит направляющие для того чтобы могли сразу вставить в изофикс и у вас будет уже готовое отверстие для изофикса и это вам же облегчит установку этого кресла приятно вообще вот с на сидушку давишь он реально вот ход наверно вот такой она реально мягкая думаю в дальней дороге ребенка ничего затекать не будет в общем по комфорту посадки я думаю здесь можно 5 баллов ставить все здорово вот в принципе все что хотел рассказать рассказал добавить уже особо нечего реально хорошее кресло в двух словах давайте мое мнение я вам скажу я люблю вообще бренд рекора у них что коляска хорошая что автокресло вот два три группа у рекора на мой взгляд вообще к этой талонное кресло что по уровню безопасности она мне нравится что по комфорту посадки она вместительная вообще ну без вопросов короче говоря просто много кресло видел во много кресло сажали детей и вот в рекора прям как-то вот четко сидит ребенок это видимо сказывается их опыт работы в автоспорте и в автомобильных сидениях они умеют делать кресло причем очень удобные кресло если мне память не изменяет вдруг ошибаюсь не знаю исправьте в комментарии но по-моему рекоровцы вообще сделали первые автомобильное детское кресло еще в 1910 году даже вот но если найдете другую информацию напишите может быть я ошибаюсь но я к тому что давно делают хорошо делают и это кресло такой золотой середнячок до топов чуть-чуть не дотягивает но на уровне хорошая безопасное кресло хорошо качественно очень сделано практически без гарантийных обращений реально все здорово поэтому моя рекомендация обратить на нее внимание это точно конечно же можно сравнить с другими моделями но при покупке этой модели я думаю вы разочарованы не будете мне кажется вам понравится и ребенку то точно вот и заключение если этот ролик вам был полезен и интересен ставьте лайки подписывайтесь на канал не понравился не подписывайтесь ставьте дизлайки вот и большое спасибо миру автокресла за то что предоставили на обзор это автокресло ricara milano и собственно вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора автокресла до вашего ребенка всего доброго до свидания